Сейчас будет еще три заявления. Еще два. Постановку. Придатый автомобиль марки такой-то, такой-то, такому-то, такому-то. А, так это, смотрите, это про снятие с рошеку. Но дальше производство это открыто. Поэтому вынесено отдельное постановление. Вот человеку дали постановление. Ну хорошо. У человека по документам что? Я написал заявление о снятии. Там побегал по всем этим кабинетам. Получил это заявление. То есть, с одной стороны, транспортный засыпь, розшук не прибывает. То есть, я как бы могу забрать это. Это у нас кодекс одненарушения. Стоят разные статьи там начинаются, я не знаю. У меня оно незаконно. Согласны, что задержаны? Почему с меня ходят? Они пишут, значит, после трехдневного срока, если по-русски, я могу подать заявление. И забрать машину. Так? Такое заявление обовысково для выполнения, независимо от стадии решения административных порушений. Волнуюсь. За падение такого срока, это как бы часть предложения. И, если по-русски, повернение особи тимчасового задержанного транспортного засыпь не может стягнуть за заплату. Это две разные вещи. Не-не-не, бесплатно забирается машина. Натурно, да. Если человек не хочет платить, что мы должны платить. У вас ключи техпаспорт. Ну, это просто так. Техпаспорт, конечно. Машина, ключи у меня. Что садитесь здесь? Начальник... Ну, это просто... Смотрите, вот там я уже выехал. Постанова, вы сейчас выйдете и рядом со мной встанете. И мы так соберемся к концу дня. Стук десять машин. Давайте тогда, не знаю, кого-то вызовем. Телевидение может куда-то вызвать или что. Постанова, державного выконавтия подлежит исполнению на всей территории Украины всеми физическими и юридическими лицами и предприятиями, учреждениями и организациями. Обязано быть исполнено. То есть, ГАИ как бы установило, что нет ареста, нет ничего. Я могу как бы ехать. А когда вас задержали? Меня задержали восемнадцатого числа утром. По системе рубеж. То есть, человек один. А имущество указали моё. А вы тоже, да? Да, я тоже. Эта машина не принадлежит ему. Она моя. Я об этом писал заявление. Вы сняли с чего? Нет, нет, нет. Они просто ошибочную справку. А, ошибочную? Моё имущество присвоили другому человеку. Справка раздельянского МРЭО. Заявление зарегистрировано. Потом я поехал в раздельную на дорогу. Еще раз взял справку о том, что эта машина принадлежит мне, такому-то человеку, такому-то. Логично. Я правильно всё сделал. Ну, так за что я должен платить? По халатности. Я понимаю. Но почему человек невиновный должен бегать, ломать себе голову, ноги и тратить деньги, средства, чтобы доказать, что он не дурак? Мы еще не уехали, но мы уехали. Ну, так кто должен повлиять на это? Ну, я останусь здесь, будем помогать человеку. Так что? Человек, я так понимаю, что если его не выпускают, мы будем писать заявление о преступлении, о том, что не дают распоряжаться чужой собственность. Удерживают его собственность. Неизвестные лица его удерживают. То есть это практический грабеж, да? Или краж. Это вымогание мошенничества. Да, или мошенничества. А вы уже квалифицируете следователь девушка, да? Тогда готовьте нам три бланка. Три бланка. Я нарушаю законы Украины? Нет. Нужно, чтобы открыли ворот. Пусть. Вы же зашли здесь. Иди. А, ты не можешь. Сюда тебя закрыть. Надо стать тут. А давай постыем здесь еще. Вот тут, вот тут встаньте. Подъедьте просто вот сюда. Сюда я тебя закрыть, пожалуйста. Сейчас, сейчас, сейчас. Одну секунду. Сейчас подождите, одну секунду. Я потом отдую. А что вы поменялись местами? Скажите, пожалуйста, кому мы что должны написать, что... Красиво стань. Все, включите пастор, можете выжить. Стань по центру красиво. А чего? Скажите, а по какой причине у вас забрали машину? Значит, по ошибке. Муж ехал на работу. Остановила его полиция по системе рубеж. Так. И говорит, у нас показалось, что ваша машина под арестом. Муж говорит, не может быть. Беляевская исполнительная служба. Ну, хорошо. А вы разобрались по какой причине она? Мы все документы предоставили. Да. Мы все документы... То есть в аресте вы все-таки находите? Мы сняли ее. Мы по ошибке. А почему она была в аресте? А потому, что одна фамилия с копией. Такой же человек в Беляевке проживает. А сейчас на штрафплощадке вам говорят что-то? Они требуют деньги. А сколько денег? За 5 дней. За 5 дней. Хотя в Украине гласит, что за 3 дня... Бесплатно, да. Это кодекс. Что ж такое, да? Вы согласны подписать документы о том, что я имею право забрать свою машину? Чтобы мы не умели друг друга никаких... Автомобиль не блокирует, как приехала съемочная группа. И руководство тоже уехало. В этом случае. Продолжение следует...